16 октября казаки Майкопского казачьего отдела отметили 325-ю годовщину образования Кубанского казачьего войска и День Кубанского казачества. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции праздничные мероприятия проходили по району. Торжественные построения, молитва и награждения отличившихся казаков. У штаба Кашхабского РКО в селе Натырбово также прошли торжественные мероприятия. Поздравить с праздником казаков прибыл атаман Майкопского казачьего отдела Александр Данилов, которого по старой традиции встречали караваем. Сегодня мы отмечаем 325-ю годовщину со дня образования Кубанского казачьего войска и День Кубанского казачества. Кубанское казачье войско получило нынешнее название в 1860 году после образования по указу императора Александра II в Кубанской области. Пройдя через горнила жестоких событий, Кубанское казачество ценой неимоверных усилий и тяжелых потерь смогло выжить и сохранить свой менталитет. Бережно сохранить традиции и создать современную историю своего казачьего народа. На Кубань возвращены все регалии Кубанского казачества, свидетельства беспримерного мужества и героизма наших предков. В 1998 году Кубанское казачье войско внесено в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и является одним из самых структурированных казачьих войск России. В его рядах свыше 170 тысяч казаков и членовых семей. Из них около 55 тысяч казаков взяли на себя обязанности по несению государственной службы, которую осуществляют во всех казачьих обществах, начиная от малого хутора до больших городов. Казаки охраняют общественный порядок, безопасность школ и детсадов, борются с наркоманией, браконьерством, честь от русла рек, тушат пожары, оказывают бескорыстную помощь населению края во время стихийных бедствий. Современное Кубанское казачество воспитывает подрастающее поколение на примерах героических предков, уделяя большое внимание военно-патриотической подготовке будущих защитников Отечества. Согласно приказу атамана Кубанского казачьего войска, сегодня, 16 октября, в каждом казачьем отделе проходят торжественные мероприятия, приуроченные к этой памятной дате. На молитву! Благословен Бог, наседанно неприсного и квеку, аминь. Слава тебе, Боже, насслава тебе, Царю Небесному, те, что ли души истинные, живи здесь, и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю. Приди, и вселися вны, и очистены от всяких скверных, и спаси, благослови души наши. Святые Божьи, слепцы и смертные, помилуй нас. Святые Божьи, слепцы и смертные, помилуй нас. Святые Божьи, слепцы и смертные, помилуй нас. После традиционной молитвы со словами поздравлений казакам обратился настоятель Натырбовского храма Иерей Андрей. Всех вас, дорогие, поздравляю с праздником, с 325 годовщиной. Хочется пожелать вам здравия душевного и телесного, чтобы каждый задумался о не своей заслуге какой-то, не о своей чести, но задумался о своей душе, с чем и что он за своей душой может принести и сказать доброго. А так хочется пожелать всем вам здоровья душевного и телесного, чтобы Пресвятая Богородица всех хранила под своим опором, поздравить вас с прошедшим праздником Покрова Божьей Матери, с престольным, с Натырбовским и чтобы каждого, семья, дети, внуки были здравы и Пресвятая Богородица охраняла вас. Всех собравшихся поздравил и поблагодарил за деятельность атаман Майкопского казачьего отдела Александр Данилов. Уважаемый отец Андрей, уважаемые братья казаки, сегодня мы с вами собрались по великолепному поводу отметить, хоть и в узком кругу, связанным, конечно же, с угрозой распространения пандемии и введенными ограничениями, но мы строевое подразделение, входим в государственный реестр и, конечно же, должны соблюдать все требования и нормативные акты, которые на сегодняшний день принимаются. Мы сегодня с вами отмечаем юбилейную, 325-ю годовщину со дня образования Кубанского казачьего войска и День Кубанского казачества. Хочу от имени атамана Кубанского казачьего войска Александра Ивановича Власова и от всех казаков Майкопского казачьего отдела, от Совета Стариков, поздравить вас с этой юбилейной датой, пожелать вам всем здоровья, семейного благополучия, счастья, успехов, чтобы все ваши начинания, особенно казачьи, воплощались в жизнь, чтобы все ваши предложения были услышаны, чтобы все ваши желания находили свое достойное продолжение. Сегодня мы занимаемся не только оказанием содействия органам государственной власти, в ликвидации последствий стихийных бедствий, в каких-то других событиях, таких как Крымская весна. У нас 170 казаков отдела приняли участие в этом мероприятии. И все 170 казаков награждены медалями Совета Министров Республики Крым и Министерства обороны Российской Федерации за возвращение Крыма. Мы с вами тоже внесли небольшую, но свою частичку в историю воссоединения Крыма с Россией. Сегодня мы с вами также занимаемся воспитанием подрастающего поколения, которое должно прийти к нам на смену. У нас много впереди задач. Сегодня создано Всероссийское казачье общество, которое возглавил наш батька, атаман Николай Александрович Далуда. Он сегодня избран депутатом Государственной Думы Российской Федерации и уже избран на должность заместителя председателя комитета по межнациональным отношениям. Это тот комитет, который как раз курирует нашу с вами жизнедеятельность. Поэтому я от вашего имени и его поздравил, и от его имени также. Вчера с ним разговаривали. Поздравляю всех здесь стоящих, всех тех, кто по той или иной причине сегодня не смог прийти сюда. Все ваши семьи, всех ваших родных с этим замечательным праздником. Спасибо вам. Затем состоялась приятная церемония. За весомый вклад в развитие и становление казачества на территории Кашхабского района знаками были поощрены наиболее отличившиеся казаки. Приказ атамана Майкопского отдельского казачьего общества Кубанского воскового казачьего общества от 15 октября 2021 года номер 47 город Майкоп о поощрении в честь образования Кубанского казачьего войска и празднования Дня Кубанского казачества. В 2021 году отмечают 325-летие образования Кубанского казачьего войска и День Кубанского казачества. В целях награждения казаков, несших личный вклад в возрождение, развитие майкопского казачьего отдела, сохранение традиций казачьей культуры, воспитание подрастающего поколения, приказывает наградить знаком за безупречную службу ступенка Николая Николаевича, атамана Кашхабльского РКО. Николай Николаевич, большое спасибо за работу. Я думаю, что это награда всех твоих казаков, ности ее с гордостью и с честью. Майского хуторского казачьего общества. Геннадий Иванович, учитывая все ваши заслуги, которые вы понесли на благо казачества, я считаю, что эту награду вы заслужили. Награда вручается за казаку, который оставил след в возрождении, истории и развитии майкопского казачьего отдела. После торжественного построения прошел отчетно-выборный сбор Кашхабского РКО, на котором был избран атаман районного казачьего общества. Так, на эту должность был назначен Олег Тарасенко, житель села Вольного, ранее занимавший должность атамана Вольнинского хуторского казачьего общества.